Всем привет! Если у вас есть кот или вы просто любите смотреть видео про котиков, то вы попали по адресу. В этом видео я покажу 10 лайфхаков для котиков. Во время съёмок этого видео ни одно животное не пострадало. Огромная просьба прямо сейчас поддержать видео вашим лайком, ну а после просмотра можете написать своё мнение в комментариях. Поехали! Если вашему котику стало скучно, предложите поиграть ему на телефоне, но не в это, конечно, а в игру попроще. Заходим в плеймаркет и вводим игры для кота. Из списка выбираем и скачиваем несколько игр. Запускаем игру и наблюдаем за реакцией котика. Главное не давайте ему сидеть слишком долго за телефоном, иначе посадите ему зрение. Берём втулку от туалетной бумаги и вырезаем из неё три кольца шириной примерно 15 миллиметров. Далее вам нужно сложить эти кольца вот в такой шарик. Теперь показываем эту игрушку котику и предлагаем ему поиграть. На новые игрушки котику нужны деньги, и сейчас я покажу способ, как их можно заработать. Можно перейти по ссылке в описании и зарегистрироваться на сайте, после чего зайти в раздел загрузки и скачать приложение на нужную вам платформу. Когда вы установили приложение, вам начнётся транслироваться реклама. За это вы и будете получать деньги, которые можно вывести на вебмане, мобильный телефон, пейпал или карту. Советую попробовать, ссылка на проект находится в описании. Для следующего лайфхака нам понадобится вот такая коробка. Вырезаем в ней несколько круглых отверстий. Далее нам нужно сделать мышь или можно взять палец. После этого начинаем играть с котиком, ему весело и вы не скучаете. Берём большую бутылку и разрезаем её пополам. Далее насыпаем туда наполнитель. В итоге мы получаем отличный срочный, а главное дешёвый вариант лотка. Теперь нам понадобится коробка, на которую достаточно одеть старую майку, вот таким образом. Далее закрепляем её концы так, как показано на видео. В итоге мы получаем отличное место для вашего котика. Чтобы отучить кота прыгать на стол, наклейте туда скотч. Коты не любят, когда к ним что-то липнет, поэтому в следующий раз ваш котик несколько раз подумает, прежде чем туда прыгать. Если ваш кот грызёт провода, его нужно отучить от этого занятия, ведь это опасно. Для этого протрите провод духами или любым другим резким запахом. Коты не любят резких запахов и поэтому будут обходить провода стороной. Берём пачку из-под чипсов и превращаем вот в такой веник. Далее скручиваем несколько раз и приклеиваем к палочке. У нас получилась отличная игрушка для котика. Чтобы кот не оставлял шерсть на диване, иногда вы чёсывайте его с помощью резиновой перчатки. Если вы будете проводить такие процедуры регулярно, то шерсти на диване больше не увидите. На этом всё. Если ролик тебе понравился, обязательно поставь лайк, если ещё этого не сделал. И кстати, у этой кошечки ещё нет имени. Если у вас есть какая-то оригинальная идея, напишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр. Всем пока.